сегодня я знаете что приготовлю очень популярный не только среди моих знакомых но и как мне кажется во всем мире такой food porn соус такой такой к сырный к пасте мало того что повально все фанатеют по итальянской пасти и пиццы так давайте же все это еще зальем сыром вот получается очень вкусно честно сразу признаюсь тут есть некие такие моменты как бы мои ну как под ящая вкус дальше вы сами разберетесь сюда оставлю небольшой сотейник для соуса отправляю туда пару столовых ложек муки пусть она пока прогревается сделаю чуть меньше огонь крупную соль небольшое количество потому что еще немножко добавлю потому что во первых у нас ты соленый во вторых солью всегда нужно быть аккуратными вот и кто же не любит конечно же сырный соус я делал уже на моем канале вы помните соус сырный для картофеля free для бургеров такой знаете универсальный вот этот сырный соус конкретно для пасты конкретно для макарон мы его можно хранить в холодильнике потом разогревать разбавляя молоком и поливайте им макароны причем можно к макаронам добавлять фарш и поливать сверху сырным соусом можно добавлять обжаренную нарезанную сосиску сардельку колбаски и чего угодно травки муравки томаты так соль у меня дмитом общем не весь не весь разошелся на фиг с ним вот аромат пошел дымок пошел видите хотя вроде бы ничего не пригорело но это ореховый у нас такой аромат идет отсюда классно в общем следите чтобы ничего не перегорала мука нагрелась теперь холодное молоко и венчик делаем жидкий бешамель стакан молока где-то у меня здесь наверное ну кружка 200 230 250 миллилитров сразу пока еще молоко не нагрелось сразу же венчик разбиваем чтобы никаких кусочков у нас не было ряд кусочков у меня не хочет раз распадаться если у вас такое происходит когда вы видите ряд кусочков небольших да вот которые вот плавают и не хотят разваливаться сделать все очень просто сливки с мукой я просто беру и процеживаю через сито ложка на процедить ну да часть муки в комочках здесь осталось можно пару ложек и раздавить их через сито ведь они мука выходит можно так сделать можно просто процедить и не париться но вы тогда количество муки сокращаете хотя можно увеличить в принципе количество сыра чуть здесь пол столовой ложки муки это одна четвертая часть всего объема поэтому ну я практически вот все кусочки размял смотрите за исключением того что в ложке ну вот и это убрали все просто протирается вот в секунды прям то есть не нужно там переживать все продавили процедили обратно в сотейник и на плиту все одна минута вашего времени и все вернулась на круги своя значит пока бешамель заваривается сразу же нужно отправить туда пару щепоток тмина с солью до прям мелкую фракцию выбирайте и сразу же туда отправим чуточку базилика молотый базилик вот тоже пару щепоток много добавить и будет у вас там грязь такая со специями можно экспериментировать добавляйте совершенно различные специи вплоть до куркумы или много паприки чтобы соус был красный у меня что у меня сегодня по плану у меня я решил я ходил по магазин такой думал какой бы сыр выбрать так вот чтобы прям за него было не стыдно у нас сейчас такое количество сыров и все какая-то ерунда я решил взять один вот такой ну типа дурблю вонючий до до французского дурблю далековато но какой есть тут выбирать не приходится вернее приходится но хочется ароматики какой-то и кусочек тихо и кусочек гауды гауду взял недорогую прям вообще самую обычную пока выключил примерно пол куска вот на этот объем молока мне нужно где-то 150 граммов сыра но опять же я говорю если вдруг вы поймете что сыра маловато что вы хотите погуще соус тогда трите больше можете миксовать два три четыре сыра можете взять за основу моцареллу которая не имеет никакого вкуса смешать ее с пармезаном который имеет вкус пикорино романо можете брать какой-нибудь комте французский грагонзолу ну и конечно же сюда вот этот самый вонючий сыр помните как в комедия клуб была такая шутка мультипайс серия сыр дурблю у вас есть что это такое ну это знаете такой сыр с плесенью сыра нету но есть колбаса дурблю и хлеб дурблю так и здесь любой дурблю возьмите натрите будет вам счастье самое главное тут определиться чтобы сыр все-таки состоял из каких-то молочных продуктов а то ведь может и не расплавиться хотя вы знаете сейчас такой такие технологии что и для того чтобы узнать расплавиться сыр или нет его нужно во что-то засунуть ну типа горячего молока или там бешамеля что до этого мы из молока даже если он из молока сделан что-то некий присадки делают не плавится сыр и так два сыра натертые пора их вводить в сырный соус все бешамель готов теперь сюда отправляем сыр можно даже есть сразу ну вот чё тут мудрство и лукаво только венчиком размешал сыр как он тут же объединился с бешамелем дурблю дал свой аромат смотрите видели когда-нибудь такую штуку это настоящий сырный соус для пасты для любой пасты а знаете если вы отварите ракушки такие макарошка которые имеют полость в себе то этот соус затечет знаете как вкусно будет красиво выкладываем на тарелку теперь просто берем сырным соусом поливаем спагетти что может быть еще вкуснее спагетти с сырным соусом такая порнушечка на то что называют футпорн когда все тянется до оливковое масло не забываем а а черный перчик все пора есть что может быть проще и вкуснее спагетти с сырным соусом я думаю что это детям зайдет но дети любят очень когда никаких там грибов всякого чеснока и все прочее специи они никогда там не найдут но даже вонючий дурблю который производится у нас в россии он совсем не вонючий ароматика очень низенькая вместе с молоком гаудой и специями это превращается все в совершенно простое вот две минуты потратили ну хорошо не две с первого раза может вы потратите пять минут три минуты варится спагетти у вас есть челлендж такой да пока варится спагетти за три минуты должен приготовить соус и это вам удастся реально что может быть проще и вкуснее спагетти с сырным соусом теперь понимаю почему люди любят макароны с сыром попробуйте сделать реально прикольная штука что пока